На сцене Сульжец Андрей, Жук Максим и Бурак Алексей. Город Минск и город Докшицы. Встречайте, ребята, где вы, где вы, ребята? Размеши свежного, размеши меня, размеши меня. Пробитание, собры! Здравствуйте! Здорово, мужики! Вот у меня один к вам вопрос, а потом ребята будут вас пытать. Значит, профессия. Написано, учитель белорусского языка. Дальше, запятая. Студент педагогического университета. Да. И Леша Бурак. Что такое? Почему вы без профессии? Ну, раньше я был студентом, а сейчас не студентом. Безработный? Ну, да. Он просто приехал к вам от армии и скрывается. Понятно. Что вас объединяет, ребят? Мы просто балдежники по жизни. Приехали к вам в Киев побалдеть с белорусской душой. К вам приехали. Может, попробуем рассмешить вас. Давайте, с удовольствием. Вместе побалдеем. Итак, друзья, самое обалденное выступление на нашем шоу начинается прямо сейчас. Главное не сглазить. Поехали. Поехали. Сначала представьте белорусский бамбинтон. Продолжаем. В обычной семье. Так, дорогой, ты моешь посуду? Так, что случилось? Что случилось? А, ты, наверное, разбил нашу машину. Нет. Ты не забрал детей из детского садика? Нет. Ты пропил всю зарплату? Нет. Ну, скажи, что случилось? С восьмым марта, дорогая! Продолжаем. Представьте. Сын Александра Егоровича Лукашенко получил двойку в школе. А я тебе говорю. А я же предупреждал. Папа принят, а в школу двойку получил. Иди в комнату. И что я тебе двойку поставил? Ну, как такое? Продолжаем. Представьте. В клубе в районе Троещино. Так стоять к нам в кроссовках нельзя. А, господи. Восьмилоте. Ну, ладно. Продолжаем. Представьте. Дальнобойщик, который очень сильно не любит путан. Всю жизнь глядятся вновь усталые глаза. Тут в пути шофер-дальнобойщик. Он засмеялся. Ребята! Засмеялись. На последней секунде вы зарабатываете одну тысячу гривен. Спасибо. Есть. Видно теперь, кто из вас самый бедный. Учитель белорусский. Не так. Ребята, одна тысяча гривен есть. Идем дальше? Да, конечно. Давайте три секунды подумаем. С удовольствием. Да, пошли. Поехали. Представьте, патологоанатом на работе. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. В городок. Да не, показалось. На нашей улице. Показалось, показалось, показалось. Продолжаем, продолжаем. Представьте, космонавты были. Два космонавта были в космосе полтора года. Вот у них берут первое после возвращения интервью. Ребята, вот вы были полтора года в космосе. И вот скажите, может у вас какая-нибудь история интересная есть? Вы знаете, все, что было в космосе, остается в космосе. Хорошо, продолжаем. Сейчас многие пары заключают брачные контракты. Так, представьте, обычная молодая семья. Так, дорогой, мы с тобой заключали брачный контракт. Так, всего лишь три пункта. Неужели так сложно их выполнить? Первое, не ставить пустой пакет молока в холодильник. Второе, не заходить в туалет, когда там кто-то есть. И третье, хотя бы раз в день выносить мусор. Ну и что я нарушил? Ты сегодня не вынес мусор. Ну так один-один. В смысле? Из туалета выйди. Пять тысяч гривен есть. Ну по-моему неплохо балдеете, да? Вообще балдеем. Да, балдеж полный вообще. И зал смеется, и у вас хорошее настроение, и деньги выигрываете. Продолжаем балдеть? Ну давайте, можно мы три секундочки подумаем? Подумайте. Вспомним хотя бы. Пять тысяч гривен. Ну балдеем так балдеем. Давай, балдеем так балдеем. Все, поехали. Балдеем так балдеем, это значит идем дальше. Поехали. Представьте, очень честный папа. Папа, привет, знакомься, это Кристина. О, ну сегодня хоть симпотная. Мама врет сыну. Ну не плачь, родной мой. Юнга на похоронах капитана корабля. Капитан, земля. А сейчас мы хотим вам показать двойные миниатюры. Это по две миниатюры в одной. Два отца в детском садике и девушка смотрит футбол. Слушай, а где наши? В модном клубе и на кухне. О, головцы. На свадьбе и дебил на Титанике. Да, одна, да, одна. В деревне и дома у Максима Галкина. Бабушка, я дома. В детском саду и на интервью Шнурова. Сережа, спрячешь трючок? В караоке и в монгольском ресторане. А давай коня. Ого. Селфи. Давайте хотя бы селфи, пацаны. Давайте. Ну было, было. Там, по-моему, после первой миниатюрки даже было. Ребята, нам доставили удовольствие. Подняли настроение, повеселили немного. Сами побалдели, но, к сожалению, ничего не выиграли. Спасибо. Не успели. Пока-пока, спасибо. Пока, ребят, пока. 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 Расмеши свежного, сделай, чтоб парень смеялся. Расмеши свежного и по столу валяться. Не, ну мы обалдели, как могли. У нас было определенное количество материала, но решили идти до конца. Нам деньги не важны. Важно было показать себя. То, что мы на последних минуте не посмотрели повтор. Там все-таки они смеялись. Смеялся Женя, да? Да. Женя, ты смеялся. Да. Да.